Здравствуйте, дорогие мои зрители! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня мы с вами поговорим о том, можно ли делать вина из столовых сортов винограда и вообще какие сорта для этого пригодны. Давайте разберем сначала те группы винограда, которые существуют. То есть это у нас столовая, это у нас технические и универсальные. Кратенько коснусь основных отличий. Значит, столовая сорта, это сорта с таким визуальным вау-эффектом. Сейчас селекционеры ведут работу на то, чтобы это максимально впечатлить внешне. Крупная гроздь, крупная ягода, интересные окраски. Ну, где-то есть нюансы во вкусе. Это могут быть мускатные, какие-то конфетные тона и так далее. Как правило, то есть ягоду нам надо транспортировать. Значит, ягода плотная. Классно, когда она хрустит. Ну, нам все приятно, да. Во рту ощущать вот этот хруст. И там много содержится пектинов. Следующая группа сортов. Сорта технические. Понятно, что эти сорта, они предназначаются именно для виноделия. Первое, наверное, ну, сказать основные качества, они все основные. Но чем должен обладать технический сорт? Хороший сок отдачи. Это раз. Потому что все мы понимаем, что при всех технологиях, если мы берем основную массу технологий, не касаясь тоже каких-то нюансов, вино делают из чего? Вино делают из сока. Значит, сок этот надо максимально из ягоды забрать. Это ягоды небольшие. Почему? Потому что чем меньше ягод, тем больше поверхность шкурки. Особенно в красных сортах. Что в шкурке содержится? Танины, которые придут в бархатистость. Ну, и определенный специфический вкус конечному продукту. Соответственно, вот это важно. Ну, и, конечно, еще такие параметры, как сахар и кислота. В столовых сортах на это уделяется меньше. То есть, там, ну, условно, на вкус должно быть сладенько, там, более-менее. В технических сортах сахар тоже может, ну, на самом деле, сильно варьироваться. Но для технических сортов это важно. Опять же, там разные стили могут быть, приготовления разные сорта, но тем не менее. И второй параметр – это кислотность. То есть, тоже должна быть определенная кислотность для того, чтобы вино и хранилось, и выдерживалось, ну, и так далее, и так далее. Не будем подробно останавливаться. И третья группа – это сорта универсальные. Они, в принципе, пригодны для того и для другого. Если вернемся еще к техническим сортам, некоторые из них не всегда могут быть вкусны. Вплоть до того, что это могут быть какие-то посленовые тона. И попробовав, ну, скажите, что за гадость, как это вообще можно есть. Ну, некоторые можно есть, но напомню, да, мелкая ягода, может быть, крупная косточка. То есть, гораздо приятнее съесть вот такую большую ягоду, которая будет хрустеть. И возвращаемся в сорта универсальные, которые, в принципе, пригодны. И для того, и для другого у них будет неплохая сока отдачи. У них будет средний размер ягоды. У них будет приятный, хороший аромат, сахар, кислота. Ну, более-менее подводят и для того, и для другого. И еще, ну, скажем так, это, в общем-то, в группе технических, не технических, столовых сортов. Можно еще выделить отдельную такую маленькую группу. Это кишмиши. Ну, опять же, виноград без косточки. Не все мы любим косточки. Некоторые их выплевывают, некоторые их проглатывают. И поэтому, конечно, виноград без косточки есть приятно, потому что не надо думать, куда эти косточки девать раз. Во-вторых, этот виноград часто используется для приготовления изюма. Ну, то есть, отдельно такая стоящая группа. Но, в общем-то, это больше сорта столовая. Итак, ну, понятно, да, с технических мы точно делаем вино, с универсальных тоже можно делать вино. Они вполне для этого подходящие. Ну, в общем-то, многие универсальные сорта, они обладают довольно хорошей урожайностью. И если, допустим, для массового производства вин выбирают такие сорта, взять ту же бьянку с гроздочкой 90-100 грамм маленькой, садят плотно большие плантации, там все понятно. Но если мы говорим о нашем микровиноделии и микровозделывании винограда, когда у нас есть 4-6 соток, на которых стоит домик, банька, беседка, сыраюшка, то сильно мы не разгонимся. И здесь нам очень хорошо подходят как раз-таки универсальные сорта, потому что они все-таки могут давать нам больше урожая. Мы же не претендуем на какие-то супервеликие вина. Но, тем не менее, из этих сортов получаются хорошие, приятные вина. И если сравнивать то, что продается в магазинах в низкой ценовой категории, то то, что мы делаем дома, будет на порядок выше. Ну, если мы делаем это правильно, ну, это предмет другого разговора. Ну, а теперь вернемся к столовым сортам. Можно ли делать из них? В принципе, можно. Но существует много «но». Напомню, что столовая сорта содержит много пектинов. И что нам важно для виноделия? Сокоотдача. Так вот, когда много пектинов, отжать сок из плотной ягоды достаточно сложно. Соответственно, у нас что идет? Большие потери. Дальше, в процессе брожения, пектины дают метанол. Конечно, не надо тут сразу пугаться. Как бы вы плохо ни делали, что бы вы ни делали, метанола не будет столько, чтобы нанести вам какой-то существенный вред. Но, тем не менее, это и есть. То есть, чем больше пектинов, тем больше метанола. И если мы, например, идем по пути, что мы хотим делать из столовых сортов винограда, вино, значит, выдержка на мезге должна быть минимальной. Для того, чтобы меньше перерабатывалось этих пектинов. Ну, значит, первое. Неудобно. Большие потери. Много пектинов. Но, с другой стороны, смотрите, сейчас достаточно много сортов столовых, изначально относящихся к столовым, которые используют для приготовления вина. Я ни для кого не открою секрет, что виноград сорта Молдова, тот синенький, который часто у нас продается по осени во всех магазинах, во всех фруктовых ларьках, этот виноград используется для приготовления вина. Более того, меня угощали таким вином. Я его пробовала. Прекрасное вино с хорошей ароматикой, очень сбалансированное, как по сладости, по кислоте, по спиртозности, по всему. Хотя это было вино молодое еще, ему там пару месяцев буквально было. Но мне очень понравилось. Было очень вкусно и очень приятно. Сейчас активно используют некоторые виды кишмишей тоже для приготовления вина. Это кишмиш-красень, это кишмиш-юпитер, это виноград памяти Домковской, тоже бессемянный виноград, из которого получается вкусное, хорошее вино. То есть используют. Я сама вам рассказывала, что мой столовый виноград, Антоний Великий, делала я из него вино, и честно, мне очень понравилось. Но у Антония Великого, то, что я вам говорила, отличие основных столовых и технических сортов, вот Антоний Великий обладает потрясающей сокодачей. Я не могу сказать, скажем так, в процентах, наверное, может и под 90, когда я с ведра, то есть делала я по красному типу, и когда вот три дня у меня оно постояло на мезге, и, в общем-то, с ведра сусла такого вот у меня получилась, ну, вот такая вот маленькая жменька жмыха, причем даже пресса не понадобилась, я на друшлочке все это слила, и получилось, ну, очень-очень много сока и очень-очень мало остатков жмыха, то есть сокодача потрясающая, поэтому все-таки некоторые сорта, они активно используются. Ну, какие из них, то есть надо смотреть где-то на форумах, изучать опыт каких-то виноделов, ну, конечно, опять же, смотреть по консистенции ягоды, наверное, в первую очередь, то есть ягода не должна быть очень плотной, если мы возьмем какую-нибудь ягоду Аркадий, то получить из нее что-то будет довольно сложно, ну, и надо ли? Если мы все-таки идем по пути того, что мы хотим заниматься виноделием для себя, лучше, лучше я рекомендую все-таки подбирать те сорта, которые наиболее пригодны для этого. Этим вы себе очень сильно облегчите жизнь. Ну, например, если у нас получились такие излишки винограда, ну, выросло много, мы не знаем, что с ним делать, то, конечно, вино, наверное, самый простой способ переработки, не надо, там, думать, варенья какие-то варить, компоты ставить, все равно это долго, это трудоемко, вино тоже имеет, конечно, определенную степень трудоемкости, но это растянуто во времени. Поэтому, если такие ситуации у вас случаются, то, конечно, ну, не надо бояться, что нет, вот нельзя, нельзя, можно. Ну, мы помним нюансы, то есть у нас может быть большой отход раз вот этого жмыха и мякоти, и второй нюанс, помните, что все-таки пектина много, это метанол, поэтому не держите долго на мезге, несколько дней, там, на 30, на 40, как некоторые оставляют, так делать не надо, то есть пару дней подержали, все, этого будет достаточно. И в завершении нашего разговора, конечно, для виноделия лучше использовать специально предназначенные сорта, то есть сорта либо технические, либо универсальные, при этом мы с вами всегда руководствуемся чем нашими возможностями в плане территории, в плане климата. Кроме того, мы сами себе хозяева и можем экспериментировать с теми же столовыми сортами. Мы можем руководствоваться уже чем-то накопленным опытом, да, я вам обозначила сорта, которые довольно активно используются, можем открывать что-то для себя новое, то есть мы сами принимаем решение, что нам делать. А основные акценты я вам сегодня обозначила. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свои мнения и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку «Еще», будут мои контакты и ссылка на каталог наших сортов. И до новых встреч. Пока.